29 миллионов гривен выделили народным депутатам, чтобы те могли арендовать себе квартиры. В прошлом году сумму разделили между собой 168 избранников. Они же настроены получить компенсацию и теперь. Ну вот что странно, у большинства этих депутатов в декларациях числятся и квартиры в Киеве, и элитное имущество за границей, записанные, правда, на родственников. Неужели приютить их бедных некому? Лена Филонова решила воззвать к депутатской совести. Так откажется ли кто-то от государственного бонуса? У вашей же жены есть квартира в Киеве, вы можете жить там вместе с ней. Не, она живет в Черносах, там живет другой человек в той квартире, а я проживаю в отеле. А кто там живет? Другой человек. А скажите, чего вы убегаете? Так остановитесь, пожалуйста, ешь на каблуках. Просто сбежал, а я всего лишь спросила Владислава Севрюкова о жилье в столице. Я в Верховной Раде и сейчас я узнаю, кто из депутатов брал компенсацию на жилье. У меня есть список депутатов, которые получили компенсацию за жилье. Всего их 168 человек. При этом у многих из них или у ближайших родственников в декларациях есть недвижимость в столице или недалеко от нее. Аркадий Карнацкий в своей декларации о доходах показал, что он владелец квартиры в 100 квадратных метров в Киеве. Также задекларировал 14 миллионов гривен дохода. Наличными хранит 34 миллиона гривен и 750 тысяч долларов. Скажите, пожалуйста, вы получаете от государства какую-то компенсацию за аренду жилья? Нет, не получает. Никакой копейки. Не получает? Тогда почему он в списках на компенсацию жилья? И государство каждый месяц выделяет для него и для таких, как он, по 13,5 тысяч гривен в месяц. Но вы состоите в этом списке. Я миллион раз уже пояснял, и тут уже тупи повинны зрозуметь, что никакой компенсации народные депутаты, которые проживают в готеле, то есть в служебном гуртожитке, не отримают. Ого, это отель «Киев» он называет служебным общежитием. Именно там живет нардеп. Я выяснила в гостинице, что одна ночь у них стоит аж 650 гривен. Для депутатов скидка – 350 гривен за ночь. А у меня же есть своя квартира 100 квадратных метров. У меня нет квартиры. С самого начала, из 2006 года, когда я купил, она есть офисом, и там работают мои помещники. Так вот оно что! Квартира под офис, а жить можно и за счет государства? Может, напишет заявление на отказ от денег из госбюджета? Если кто-то арендует квартиру, то он, возможно, отримает компенсацию. Я проживаю в гуртожитке, и никакой компенсации, ни одной копейки не отримал. Спасибо за внимание. До свидания. Так вы идете просто из списка. Я еще раз скажу. Какого списка? Я туда не заходил. Напишите заявление. До свидания. Ну вот второй отказ. Но пока не теряю оптимизма. Алена, скажите, пожалуйста, я знаю, что вы состоите в списке среди множества других депутатов, те, кто получают компенсацию за жилье, аренду жилья. Да, да. В декларации у Алены квартиры в Киеве нет, но зато 140 тысяч долларов на счетах. Думаю, оплатить квартиру самой можно. Ален, а где вы живете в Киеве? Вот где вы останавливаетесь? Я живу на съемной квартире. Наверное, хорошая квартира в центре. Я знаю, что сумма такая немаленькая. 14 тысяч гривен выделяется на то, чтобы снять квартиру. Да, около этого. 13,8 тысяч. Ну, да. А вы за какую стоимость арендуете? К сожалению, не буду скрывать, арендую немножко дороже, 15-16 тысяч гривен, потому что мне удобно жить в центре. К сожалению, найти жилье за 13 тысяч гривен, ну, достаточно проблемно в центре. А у вас однокомнатная квартира? А можно, так сказать, напроситься к вам в гости? К сожалению, я думаю, что мы пока мы с вами дистанционно можем пообщаться где-нибудь в кафе за чаем. Так, а может аренду жилья за свой счет? Или, может, родители помогут? Мама Алены задекларировала аж 2 миллиона гривен на счетах. Смотрите, я думаю, что недостаточно некорректно рассуждать о том, какие у меня взаимоотношения с моей семьей. Я не знаю. Можно предположить, что бюджеты моих родителей и мои на данном этапе уже совершенно раздельны. Поэтому я не могу претендовать на те сбережения, которые они накапливали в течение своей жизни, своей трудовой деятельности. Я поняла, зря стараюсь, но не сдаюсь. А вот и крупная рыба Сергей Лобазюк. Как настроение? Пока такое, рабочее. Вы входите в список тех депутатов, которые получают компенсацию за аренду жилья. Я знаю, что вы владелица жилого комплекса. Что у вас есть свой жилой комплекс, который вы построили. Нет, я не построил. Я его придбал. Он не добудован в остальном, на сегодняшний день. И уже четвертый риг находится в таком остальном. Знаю, знаю. В декларации свою жилплощадь даже домом назвать не смог. Назвал жилищным комплексом. Еще бы. Там 650 квадратных метров. И по той же декларации Сергей купил его за 2 миллиона гривен. Ну, у вас же есть все равно жилой комплекс. Я уверена, там есть хотя бы одна свободная, готовая комната, где можно остановиться. Почему вы таки впевнены, что там есть одна готовая комната? Если там нет векон, то я одну комнату отдельно сделаю. Да, это есть побудована коробка, только дом, и все. То есть можно вместе приехать туда и посмотреть? Нет, вместе с журналистами я не езжу. Почему? Потому что я считаю, что не нужно это делать. Я так и знала, поэтому накануне уже побывала в Кончезаспе и разузнала у проверенных людей, что где-то здесь его дом. Конечно, в Верховной Раде мне адреса никто и не сказал, но я решила искать сама. И заодно прихватила с собой белый листочек. Вдруг встречу депутата, и он напишет заявление об отказе компенсации. Заодно поищу и другие дома депутатов, у которых в декларациях есть недвижимость в столице. Но они в списках на компенсацию жилья от государства. Бабушки местные, пойду разузнаю, они наверняка что-то знают, кто здесь живет. И, возможно, они расскажут какие-то секреты. Мне просто говорили, что здесь даже депутаты живут. Ну так что, подумаешь депутаты, как себе живут депутаты. Но если ты хочешь депутатов, так вон, видишь, вернитесь назад, на правый магазин, а на левую улицу. Вот так, блин, там одни депутаты. Не, ну мы не шусь, мы серьезно говорим. Ого, какой домище строят. Интересно, это случайно не Сергей Лобозюк себе тут житловой комплекс достраивает? Пойду все разузнаю. А что строите, ребят? Вы не знаете тут житловой комплекс Сергея Лобозюка, не знаете? Не знаю такого, я с ним не знаком. Конечно, кто же признается чей это дом? Ты депутатский кот? Куда ты убегаешь? Ну ты прям как они. Живут тут? Да? Ну хоть кот разговорчивый попался. А ты не знаешь, Сергей Лобозюк тут живет? Как ты думаешь, депутаты откажутся от компенсации на аренду жилья? Даже для кота это больная тема. В декларации Сергея Лобозюка, кроме огромного дома, еще и 5 миллионов гривен на счетах и наличкой. Несколько аграрных предприятий, а он живет в отеле за счет государства? То есть вас устраивает то, что государство выделяет компенсацию? У меня влаштовывает то, что государство обязана в данном случае, что у меня нет этого жилья, и есть такое положение компенсировать жилье в отеле. Я проживаю в отеле национальном. Я уже побывала и там. Скажите, пожалуйста, у меня встреча с Сергеем Лобозюк, а он на месте? Тогда ждется ли Лена Филонова на ардепа Сергея Лобозюка? И у кого в гостях, она неожиданно окажется. Смотрите уже через несколько минут. Эти парни лишили интернета и связи весь район в Днепре. Вы, походу, воруете. Вы залезли только что вот сюда и воруете вот эту все. А вот эти попытались украсть кабель прямо в центре столицы. А есть удостоверение о вас как-то? Сейчас нету, мы не брали. Зачем они это делают? И остановят ли люди воришек? Разводить? Намного проще содержать улитку, чем, скажем, в тех же рыбах. Готовить? То, что остается в ракушке, вы можете либо выпить, либо же вылить на хлебушек и спушить. Или использовать как массажисток? Шкира такая приемная на доты, хочется ей прямо отторкаться. Как на улитках заработать полтора миллиона гривен всего за два года? А Лена Филонова продолжает выяснять, кто эти люди, которые каждый месяц не стесняются брать по 14 тысяч гривен на аренду депутатского жилья. Она пытается уговорить народных избранников отказаться от денежной компенсации. Ну, пока, к сожалению, безуспешно. Но Ленка старается. Кто же, в конце концов, подпишет заявление об отказе, а кто похвастается съемным жильем? Скажите, пожалуйста, у меня встреча с Сергеем Лобазюк. Он на месте? Нет, не видела его сегодня. Не видели? Может, он и здесь вовсе не живет? А, мы договорились с ним встретиться. Ну, он же правильно тут же живет, я же не ошибаюсь. Просто мы тут договорились, правильно, да? Конечно, подождать. Ну, ладно, заодно и рассмотрю отель. Вот в таких роскошных гостиницах живут наши народные депутаты. В номер я не попала, но у меня надежда на то, чтобы встретить Сергея Лобазюка. Сергея Лобазюка я так и не дождалась. А в радио он от меня просто сбежал. Поэтому можно же купить или снять квартиру за свой счет. А вот на встречу идет нардеп Антон Кисе. Он мне как раз и нужен. Скажите, пожалуйста, а вы как народный депутат, вы получаете какую-то компенсацию, вот, например, из госбюджета на жилье? Все же написано, вы же знаете. Я живу в гостинице, получаю компенсацию. А еще я читала вашу декларацию. Знаю о шести квартирах, одна из которых именно в Киеве. Вот есть 100 квадратных метров, да, они оформлены на жену. Вот, вы официально женаты. Получается, у вас есть здесь где остановиться. Зачем вы тогда берете деньги из госбюджета на проживание в гостинице? Я беру деньги на то проживание, где я живу. Я живу в гостинице Киеве. В декларации 3 миллиона на счетах. Яхта и элитные машины, в том числе и Порше. А живет за счет страны в гостинице. Я вас приглашаю. В гости? Да. Нардеп пригласил сам к себе в гости. И я даже не набивалась. Конечно, пойду. Этот лист бумаги так и остался пустым. Никто из депутатов так и не решился отказаться от компенсации на жилье. Но у меня осталась маленькая надежда. Я приехала в гостиницу Киев, где проживает Антон Иванович Кисе, народный депутат. Проверим, как он живет. Нравится ли ему здесь. Можно? Пожалуйста. Вот я и дома у нардепа. Так-так, разведаем обстановку. Так. Ага. Антон Иванович, ну комната у вас небольшая. Интересно, что там в холодильнике? Стараюсь, чтобы ничего не было в холодильнике. О, так у вас тут алкоголь практически один. И что-то еще из фруктов. Ну фрукты, да. Лимончики. Это, наверное, под коньячок. Нет, это когда насморок, чтобы взбивать. И вот еще варенько домашнее. Это, наверное, то, что жена готовила. Ну, конечно. Судя по тому, что холодильник пуст, не верится мне, что нардеп тут постоянно живет. Надо пробраться к шкафу и посмотреть, есть ли там одежда. О, это самая правильная комната, спальня. Ну да. Тремпелечки. О, у вас их аж прям три штуки. Не хватает места, да, для вещей? Не хватает места в шкафах, не хватает, все занято. Ну да. Да, вещей очень много. А можно посмотреть? Да, пожалуйста. О, это хорошие фирмы, Зегна. Это эксклюзив, да? Да, эксклюзив. А дорого обошлось вам? Не помню. Ну, примерно. Было в 100, наверное. Нет, больше. Больше, да? 200. А галстуки в какую стоимость? Ну, галстуки все такие... По 100 долларов? Вы хотите посчитать все? Хочу понять. На рубашке и галстуке тратят сотни долларов, а за номер сам не платят. Почему? Все-таки признайтесь, ну, у вас же есть имущество здесь, в Киеве? Ну, есть, конечно. Раз задекларировано, как вы думаете? Вот. А почему уж тогда не живете? Ну, я живу здесь, мне удобно. Квартира не моя, а квартира жены. Есть вопросы, это наши личные вопросы. Видно, надоели мои вопросы, и Антон Иванович решил напоить меня кофе и своим болгарским вином. Скажите честно, Антон Иванович тут часто проживает? А вы не подсказывайте. Ну как, ну живет он у нас. Да? Давно? Очень давно. Хоть я и гостья, но делаю последнюю настойчивую попытку. Антон Иванович, я все-таки хочу вам предложить написать заявление о том, что вы отказываетесь от компенсации от государства на аренду жилья. Я беру только листок и ручку. Ой, неужели он сейчас напишет заявление и откажется от этих 14 тысяч в месяц? И закрываю ручку. Еще раз, отвечая на вопрос, хочу сказать, что я живу там, где мне удобно. Я живу согласно праву, которое мне предоставлено. Снова зря надеялась. Никто из обеспеченных нардепов так и не нашел силы отказаться от компенсации. Эх! Субтитры сделал DimaTorzok